друзья всем привет мы нашли в себе силы чтобы начать до упаковывать все наши предметы слова уже упаковали спинки от дивана матрас и вспомнили что нам можно было бы снимать видео при этом так а ты вот этой штуковины хочешь просто замотать столице прихвачу вот здесь вот и внизу и все чтобы они не расползали да и надо я думаю не думаю что их нужно упаковывать лисочка этом что зрители по тебе уже соскучились туалет тебя не видели расскажи как ты пережила эту корону у меня прям началось все плохо на второй день было очень жарко в доме очень плохо были из-за жары а я была в госпитале вы мне ничего не сказали ну а папа специально чтобы я не сбежала из госпиталя видимо не рассказал да это я могла сбежать из госпиталя чтобы спасать лизочку плохо было ну да было плохо у меня только когда холодно вот это я себе тряпку холодную вот эту полфетку приложила в такую мокрую холодную сейчас у тебя уже все прошло от пустила но ты пока еще считаешься заразным от начала симптомов лиза еще и все наши дети считаются заразными на карантине сет они не могут не гулять где-то не в школу хоть ни с кем общаться поэтому они москва у меня до сих пор в носу болит голова вчера сильно болела скажи ты сильно расстроишься если ты не попадешь все-таки в школу до конца то ты должна была с друзьями там попрощаться пообщаться с учительницей у нас возможно будет шанс но я не знаю точно сильно расстроишься если мы не попадем в школу ну скорее всего так и будет я наверно уже вот этот смирилась до смирилась не сильно буду потому что уже смирилась уже все переживания ушли до с этой короны у нас все переживания уже перемололись просто скорее свалить отсюда под пальмы лечь да я уже мечтаю на океан попасть поплавать в это в океане в океанической воде покормить акул собою нападение на людей там акул крайне редки крупных акул таких нету поэтому не переживайте вы не вкусны ну нападение сони на акул гораздо опаснее бедные акулы мы короче уже забронировали гостиницу наконец июня просто поняли что нам необходимо будет хотя бы несколько дней отдохнуть на юге и побездельничать и прийти в себя иначе нас болезни вот этот скорее всего не так быстро отпустит что дальше я думаю что нам надо упаковать кровати детские доски да все остальное наши вещи коробки там кухня ну да диван ну и плюс все что дома так колина кровати coin headboard у нас уже почти готов сейчас намотаем на эти на палки деревьяхи картонки из язык заплетается и мысли что слишком мало или пойдет она громоздкая но не тяжело у нас осталось не так много что упаковать и вот мы слова решили что каждый вечер будем потихонечку все до упаковывать сил не хватает надолго если были бы силы если бы не болезнь то мы бы конечно все это за один раз сделали да за один присест а из-за болезни давай наверное эти столбы колины да да домотаем с колиной кровати с лизиным байком не забыть перетащить не будет места для него перевести туда у меня нет возможности его продать его даже ни разу не написал или не подарил ну-ка вы подарили они пусть там катались друзья здравствуйте всем привет сегодня у нас пятница 11 число и мы решили немножко поснимать рассказать о том что у нас происходит наша жизнь происходит у нас следующее мы абсолютно полностью закончили паковаться у нас стали появляться кое-какие силы уже силы стали возвращаться скажем так вот мы полностью закончили все упаковывать все что у нас было в гараже осталось только то те вещи вот которые у нас в которых мы сейчас ходим но это практически там две коробочки маленькие так как все наши планы порушились то теперь нам приходится новые планы строить а новые выглядят следующим образом скорее всего наш друг Денис приедет в понедельник следующей неделе через несколько дней через несколько дней через три дня и мы загрузимся и если ничего не поменяется во вторник рано утром мы стартуем а мамульчик с детьми наверное в пятницу вылетали не в четверг я не думаю что я так быстро доеду все-таки это две с половиной тысячи миль с остановками на ночлег это на здесь еще неделю если бы мне было сейчас 25 лет я бы шуровал конечно без остановки и без сна и я бы доехал быстрее но со ссори окей просто ты там хорохорился за два дня поэтому я думаю ничего не изменилось до ковида я хорохорился на пять дней до перед план и расширил теперь что касается карантина нам писали зачем вы поехали и разражает дом с прошлого видео друзья мы уже абсолютно официально не заразные даже несмотря на то что мы еще слабые качли да это еще долго возможно продлится продлится у нас еще долго некоторые говорят до трех месяцев кто-то говорит полгода кто-то говорит на следующий день встал и пошел как ничего не но мы мы нам так сказать сказали из официальной конторы какой-то когда мы заболели нам позвонили как воде партнер министерство образа образования здоровья посчитали наши первые дни симптомов и сказали когда у нас заканчивается официальный карантин меня официально сняли карантин карантин еще третьего числа у тебя шестого карантин закончился а у детей сегодня поэтому да сегодня сегодня да дети уже в понедельник смогут пойти в школу радостная новость да возможно один день еще день-два может быть даже сходят в школу если мы найдем кто сможет отвезти в понедельник ты сможешь отвезти и забрать во втором договорились уже по закону и по всем моральным не заразные вчера я уже наша моя сестра приезжала к нам в гости со своими племянниками мы уже находились на таком на близком расстоянии общались вот поэтому в этом плане мы спокойны мы никого не заранее так ну а теперь только поскольку нам все-таки еще неделю здесь жить и плюс у всех жор пошел начали управляться даже родители надо набирать утерянное потерянное и у нас продуктов вообще нет пустой холодильник все всех тянет на мясо особенно меня и бабушку ларису они обе ходят по ночам по очереди там мясо ищут вот поэтому нам сейчас нужно будет поехать в костка и купить побольше мяса я наготовлю котлеты и там свиных ребрышек на то что на свинину тянет вот но и плюс еще мы уже давно в магазинах ничего не покупали толком у нас продуктов практически нет а нам еще здесь с детьми минимум неделю поэтому придется купить продукты и плюс еще нужно очки мои забрать мне на дворники купить на эту машину вот я заехал я когда-то вот выезжал пару дней назад и мимо ехал одного автомобильного магазинчика заехал думал сейчас они мне прям там и поставят сразу зашел не там по 40 долларов душу не золото что ли сделаю уехал не стал платить в костка они по пятерке или там по 7 по 8 долларов качество точно такое и меня жаба задушила папулечка собирается тех осмотра небольшой сделать для эту машину не надо сделать как по-русски я не знаю а развод схождения развал схождения разводе заговорил опережаю события развод схождения это прикольно еще до болезни задолго до болезни совсем на колено колесо с дымом подожди вов перекрылся движение чтоб тетки сказать она и так знает короче сейчас первым делом в костка мне нужно забрать свои очки я потеряла свои очки и перед поездка решили заказать новые очки мне и они уже здесь вот месяц лежат две недели но мне кажется уже будет заказали до болезни и через несколько дней нам сообщили а мы уже болели поэтому сейчас пойду заберу свои очки вот а потом пойдем закупаться мясом а еще за то время пока мы болели наш город практически освободился от масок даже в костка здесь это очень строгие правила всегда в масках нужно было заходить вообще все без масок одним и словами вот мы с тобой вниз на числе в масках будем наверное просто сейчас уже висит там объявление что все кто привились но можно ходить без масок и написано что это касается и покупателей и продавцов вот я смотрю вообще никого в масках нету забрала очки по почек давай становимся я их сейчас надену очки у меня самые простые моему лицу вообще очень сложно подобрать фрейм чем простая оправа такие вот очки а выше сколько они грязные долларов ведь мог протереть на не пятна какие-то 120 долларов это оправа и оправа и линзы все вместе сейчас я их уже сразу же надену пока папочек протирает хочу показать тележки в костка новенькие обновили в нашем такие приятные не скрипучие пойдем закупаться сейчас будет короче очки потеть да в маске да надо будет снять с носа слушай я вот иду и у меня такое чувство что какой-то это виртуальная реальность короче как-то непривычные линзы мне сделали в этот раз тележки новые и нету шума ага правда тихо в костка звук убрали шум слушай давай связочку бананов возьмем потому что нам сейчас фрукты надо и персиков я прям персиков хочу так картошка еще мы неделю будем с детьми здесь поэтому как раз мешка хватит плюс ради я же готовлю теперь не на 6 человека на 8 и у нас продукты сейчас быстрее чуть-чуть будет уходить ну и связочку бананов хорошеньких органических возьми так и давай персиков возьмем упаковку и огурцов свежих нужно на мясо фрукты овощи не нектарины я хочу песни потому что нектарины не такие вкусные такие прошло разбрал я думаю 89 долларов за четыре паунта да слушай столько фруктов всяких да на цезарь вов подстрахуемся у нас есть дома вова ездила за это за цезарем уже покупал но нам обязательно нужно подстраховаться еще и давай фрукты маленьких огурчиков возьмем хочется малюшеньких таких не длинных огромных малина 549 за вот такой вот лоточек давай блуберис лучше возьмем я заварила огурцы огурцы маленькие ну тогда придется большие там на выходите портов много выпускной наверное graduation скорее всего да вон видишь там эти шапки для выпускников на курсов нету мали тогда возьмем большие давай блуберис возьмем парочку и дороговатка не 729 за 2 паунта но сейчас очень нужны фрукты и черника или голубика не знаю как это назвать очень даже сейчас неплохо зайдет с а пока тортики поснимаю видите заказа насколько много тортов для выпускников может быть надо квадратную смотри да вот я нашел нормально дети попросили какую-нибудь выпечку что-нибудь купить давай что-нибудь посмотрим какие-то круассанчики вот сахарные сахарный пудрит мне кажется чересчур сладкая я думаю что просто круассанов возьмем и что-нибудь еще пирог никита просил тыквенный а тыквенного пирога нет сейчас да круассаны и что-нибудь еще так из выпечки здесь есть яблочный пирог и яблочные пирожки давай наверно таких пирожков возьмем упаковку штрудели огурцы чего-нибудь такие дешевые 499 сезон сезон ну и в мясо попутчик пошли теперь мясо начнем давай с фарша потому что я котлет наделаю смешаю говядину и какой-нибудь там еще другой фарш возьму из птицы вот можно было бы неорганического такую упаковку купить но мы привыкли к органической говядине поэтому возьмем органик и прям нужно кусочек хорошей говядины взять да мне кажется он суховат будет с прослой чиками надо взять почему в нем столько дырочек не знаю их не делала мне кажется что вы посмотрите как она выглядит отсюда жирком и ребрышек свиных у нас на свинку на свинину даже никиту проект пробрало он в супе обычно не может мясо и чтоб попадалось хоть кусочек а это он прям просит чтобы было побольше мяса в супе и я свиные ребрышки на свиных ребрах варю сейчас вот какая-то свинина 149 ты думаешь это есть ребрышки да да жирненькие такие да и по суше найдем это же ребра просто это на плавана этой самой платформы я понимаю про здесь выглядит как-то поменьше как будто бы жира я понимаю но за неделю у нас я у нас у нас у нас мясо сейчас эти говорю не прям все едят даже бабушка с дедушкой все 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 хотят мясо так еще возьмем уже готовые ребрышки сейчас привезем и наверняка все будут есть свины вообще не думали что нас на свинину так проберет любую можно взять 499 а это курица 799 запалом готовые ребрышки так ну и фарш индейки чтобы разбавить не даже не обязательно органе уже неважно органической не органической просто возьмем какой-нибудь так здесь большие смолен а мало такие двойные и они органические в бери вот это хватит как раз на пару раз возьмем яиц как раз для упаковки нам хватит на неделю вот молоко 179 здесь три пакета да как раз на всех это хватит нас восемь человек сейчас будет нормально я думаю нам нужно взять минералку обычную этой костовскую итальянскую я прям сейчас минералка хорошо у меня идет хочется минералки все время поглянь какой-то лимонад с черникой давай санкали грина сейчас на сейли поэтому возьмем санкали грина ой бутерброды которые выручают так как у меня сейчас не очень много сил готовить дети если проголодались их берут греют сами в микроволок наши любимые бутеры морожка на сейли вот это вкусные возьмем так нарезочка давай на им две упаковки возьмем потому что в дорогу еще на быть сэндвичи делать или потом пойму приедем в понедельник лучше свежие все возьмем потому что в дорогу надо отправлять и мы хочу сэндвичи наделать много всего нас или вам нам ничего не надо сейчас зайдем фисташек остреньких хочется возьмем фисташки острый и пойдет платить на массе они кстати в дорогу тоже пригодятся потому что когда захочется спать то остренькая ли соленая очень бодрит вообще снять какую дорогу надо будет тебя купить но этому понедельнику съездим все свежие купим так вот они самом конце до остренькие старше соленые с перцем все идем платить возле кассы увидела что сушеное мясо джерки на сейли сейчас возьму упаковочку еще протеин дополнительно бездомных какие-то вещи да скорее всего заехали в русский магазин сейчас за хлебом за колбаской за русской и вот тут вот такая сцена вещи какие-то какого-то бездомного в последнее время у нас в городе очень много вот таких вот поселений местечек бездомных как ни странно но мы получили посылку перед самым отъездом сделали небольшой заказ на амазоне и догадываешься что там ошейник сейчас будем коте все примерять ошейник у нас будет ее как-то в аэропорту плюс мы будем в апартике жить возможно пригодится первое время на ободке я нашу тигрячую кошку она не тигрячая она собачья собачья никита зритель уже сто лет не видели привет привет худой никита готов для коти подарочки распаковывать так это ошейник то не знаю зачем там какой-то этот а это папе прицепить телефон в дорогу на машину купила вы которые лучше всего были отзывы недорогую здесь ободок и ошейник с коте будем мерить надо выбирать ошейники чтобы они понравились и в любом случае не понравится и в любом случае сильно не понравится наше коти свобода любит свободолюбивая для нее это конечно будет мы померяем подашь подойдет я или нет и гулять будем дать не по улице овчарка короче это одевается и на шею и на туловище а это же по-моему другое вот сам это кошейник поводок не знаю для чего вот это это может просто вот это одевать чтобы знать может быть это человеку браслет чтобы пить к нему цеплять ремень поводок но длина нормальная поводка кстати это пока папа открывает депозит нам сказали что выслали за дом но как-то мы никак не получим его магнитная штука такая так вставляешь на шею это вот на туловище да чуть какой все тоненькими конечно шкоте удушится да не она просто пушистая а так-то на хода и вот можно металлической это прямо здесь можно еще пошире делать регулировать это переноска на на это airline approved то есть подходит по размерам чтобы под сиденье можно было поставить ну короче это говори по габаритам подходит вот и мне показал что она не очень не слишком маленькая потому что некоторые были там но совсем крохотные посмотришь размер как там кошка вся скрючена а это разбирается еще в разные стороны у нее как бы и простор не будет плюс здесь такая вот мягенькая штучка подстилочка маленькая да тоже опять но это хоть раскладная ну да по бокам раскладывается со всех сторон и получается что кошки как-никак но больше места а когда она вся замыкается с это собрано то ровненько под сиденье может стать если что я но попросторнее чем была предыдущая у нас да вот сейчас посмотрим открывается это переноска стоит 41 доллар что ли она в разные стороны до открывается и в так вот можно класть чтобы кошки было по удобнее а вот так вот лишь как хорошо ну что скажешь вов мне на и хорошо просторно нормально я думаю что это лучшее что мы могли при этом приобрести низковато но мы все будем в них не в комфорте она наверное уже воспринимать эти переноски как стресс потому что то операция то прививки то это переезд из дома мы ее перевозили о глянь как прям много там места хорошо я соню будет таскать можно я кучу на себе понесу на колено это зачем так я предлагаю померить на шейнике вот эти все она это зачем мне не знаю папа зачем решил что ты кот не ну хорошо хорошо ей я думаю что это лучшее что мы могли придумать для нее лежит мне надо будет замыкать нанести что давайте попробуем ее ошейник это шея это туловище я посильнее раздвинула там все что в ей по просторе не было не нравится я знаю как скажи издеваетесь надо мной на свободу свободолюбивой кошкой и за 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 этими за лопатками за лапками надо будет вторую застегнуть туго вовне не но это подтянуть это ладно главное чтобы это я не думаю что она выскочит если туловище и обхватить главное чтоб не душил ее хоть тебя еще и скупать и ты такая фэнси будешь такая моднячая из-за того что ты такая вся грязная никакой красоты и эстетики нету не ну цвет нормальный да лиса да нормальный как раз цвет ее белой шерсти не ну коти явно недовольна там просторного в то убедился вот это надо не для того чтобы ее тянуть никита для того чтобы держать чтобы она не убежал это когда мы будем самолете в аэропорту то надо будет ее доставать под плюс потом когда мы приедем в южную кролину мы собираемся в чарльзом город отдохнуть и котю нам придется собой брать и в гостинице она будет с нами жить и поэтому ей придется на поводочке тоже ходить и естественно не придется искупаться слушай она сильно недовольна давал мне кажется она сейчас готова откусить кому-нибудь что-нибудь так ну что покупками мы довольны в принципе да вот тихо 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 она сейчас если помогла говорить она там сейчас сказала не одно неприятное слово не нравится не хочет снять вот что значит любит свободу кошка ладно не будем издеваться с ним она сейчас может обидеться и уйти кстати обидеться оцарапать кстати она здесь неплохо прижилась у родителей у соседей очень много котов давал вот этих же соседей вот у них это этот вот и дикие которые до кошка дикой окатилась и они их себе забрали получается что они не в доме живут а на улице да они вызвали службу службы их выловила и им сделали всем операции нейтрализовали да но теперь они бесплодные все и она и они и они вот так во дворе у них куча живет до к ним пришел еще один код посторонний крепко такой красивый крепкий большой такой высокий черно-белый и коте с ними дружида ну я ни разу не видел чтобы она с ними ссорь но она там ходит у них во дворе у этих людей и кути освоила здесь нормально белка лишь как машет восток как метлой с детства не любит она с ними воевала еще прям с тех пор как мы начали на улицу выпускать а мы ее выпускать научили начали на улицу сразу как дома да идет к соседям деловуха такая недовольная недовольный котя надо этого спала тут ее подняли на летное натянули на нее какие-то веревки засунули в какую-то клетку вообще коте сейчас она сильно говорить тайну сколько стоит такая так я уже сказал 41 доллар поводочек что-то там 12 или 13 что ли долларов на телефон вот это вот штука магнитная книги такая сказать куда ты дел папина штука магнитная что-то там в районе 10 долларов мы с тобой сегодня в кустка не купили дворники не записать ну ты сказал уже когда мы ехали дворники они тортики который моет скажем так эти сносные но хотелось бы чтобы были по надежке так оставляем переноску или сдаем подходит нормально у соседей вы тут посмотрите какой версаль они вечером включает воду вот фонтанчик льется журчит и так успокаивающе действует я когда сильно плохо себя чувствую выходила вечерами прогулки совершала и водичка конечно вот тут вот сильно успокаивала нервы у них вечером здесь все горит в огоньках уже магнит да и плюс мне вот это получается не нужно она крепко держит все вот так держите ключи и вот эту в вентиляцию вставляешь сюда пока положу сюда пока положим может быть пригодится принципе сейчас припадок попробуй крепко держит то есть не он упадет крепко попробуй снять хорошо вот сейчас короче потихоньку будем готовиться к поездке по мелочам все подкупаем в дорогу воф ты будешь дороге снимать я надеюсь что да но буду смотреть по возможностям не знаю как будет получаться ну я скажем так не особо не жду от вова видео главное чтобы сам доехал целым невредимым потому что слабость еще после болезни вот и лучше уж пусть он будет средоточен на дороге чем на съемках ну что на съемке нужно тоже внимание так ну вот так вот она вставляется телефон крепится и и навигаторы и звонки отвечать и там чего нужно надо еще беспроводную зарядку купить никита хотел бы ехать с папой через всю америку а сколько час два секунда я знаю я представляю часа у нас в это многие зрители вот там вова как один поедет вов тебе лучше одному или с кем лучше 1 я вот поэтому то поэтому сдала тебе вопрос чтобы зрителям сказать вот и как бы ты писаешь если мы с детьми поедем через часа три четыре через пять чтобы это будет такая для меня нервотрепка что если бы со мной скажем поехал кто-то кто может меня подменить в качестве водителя это другое дело а так чтобы мне сидели и в мозг мне проедали меня это плюс у нас еще дорога предстоит там в частном когда мы приедем у нас через неделю будет поездка на океан и это три часа 3 часа где-то или два с половиной воды от нашего дома как раз меня не беспокоит это мы преодолеем эту дорогу а вот трое суток это конечно друзья многих вас по-прежнему интересует что у нас там на доме при как мы уже раньше говорили там ничего не происходит все стоит в одной паре и наша знакомая лена никитская сняла для нас короткое видео прислала на вот сейчас мы вам покажем что там ничего не происходит мы сами посмотрели убедились что там ничего не происходит и вас проинформировали что там ничего не происходит ну надеюсь что следующее видео будут уже из дома наши будут уже снимать более подробно и надеемся что там будет что-то уже происходит ну а на этом все наверное сейчас видео вставим и сейчас вы посмотрите а на этом все пока всем пока ребят всем привет серьезный апгрейд на вашем доме есть что показывать даже более того следующий показ вашего домика может быть даже сегодняшний будет свод такого нового устройства с воздуха так что давайте посмотрим вместе так что у вас готова смотрим сайдинг готов это гараж все закрывается зашивается плайвудом везде проводится электропровода розеточки трубы камин посмотрите какой все готовится вот такой потолочек это он и здесь место для кухни это такое закрытое патио у вас будет здесь что на втором этаже ребят жду не дождусь когда покажу ваш домик с высока и когда буду показывать южную карлину на своем канале тоже с воздуха совсем скоро так вот такие комнаты о ванночка ванночку установили душ здесь будет душевая здесь будет вау смотрите с таким классным видом будете купаться зеленая ванна это огромный клозет просто шикарное помещение там еще кто-то сделано сейчас посмотрим на другую сторону перейдем еще одна ванна сделана и еще одна третья здесь комнаты окна все строится потолок обшивается кстати очень хорошо сделано потому что это специальный плайвуд потолок с таким утеплителем защитным не все билдеры делают его ваш билдер делает что не может не радовать он защищает от холода и от тепла вот такие обновления на сегодня надеюсь в следующих видео мы еще вместе с вами полетаем